Веселые старты! Игры сезона уже нашли своих обладателей. Ими стали «Молния» из Красногвардейского района и «Звезда» из Бузулука. В третьем отборочном туре в борьбу вступили 8 команд. Сегодня на площадке Олимпийского полуфинал. Уральская сталь из Новотроицка против моряков из Орска. Мы надежда, надежда страны. Нам не легко, но победа за нами. Нам зажигать олимпийское плавя. Виво, Россия! Виво, надежда страны! Виво! Привет, Олимпийский! Здравствуйте, наши участники! Здравствуйте, дорогие болельщики и уважаемые жюри! Итак, дорогие друзья, у нас сегодня в эфире шестой спортивный телефестиваль «Веселые старты!» Ну и, конечно же, главными героями нашего телефестиваля являются обычные школьники из городов и районов нашей Оренбургской области. И давайте прямо сейчас познакомимся с командами. Итак, по правую руку от меня команда в красной форме «Уральская сталь» город Новотроицк. Ну а по левой руку от меня команда в зеленой форме «Моряки» город Новотроицк. Ну и, конечно же, прежде чем начнется наша борьба, нам необходимо познакомиться с членами жюри. Итак, возглавляет судейскую коллегию, почетный работник высшего профессионального образования, отличник физической культуры и спорта Анатолий Иванов! И ему помогают вице-президент Федерации тенниса Оренбургской области Александр Мухаммадеев! А также председатель Оренбургского регионального отделения физкультурно-спортивного общества «Юность России» Александр Будейкин! Команды представлены, судьи представлены, и мы начинаем веселые старты! ВИВА! Россия! ВИВА! Надежда страны! Первым конкурсом является веселый хоккей. И, естественно, немножко для разминки сделаем пару вопросиков. Какой у вас самый любимый вид спорта? Футбол. Футбол. А у вас? Атлетика. Легкая атлетика. Ну что ж, посмотрим. Хоть у нас конкурс и называется «Веселый хоккей», но будут сражаться футболисты, поклонники футболистов футбола и поклонники легкой атлетики. Ребята готовы? Неслышно готовы? Поддержка будет! Итак, на старт! Внимание! Марш! Поехали! Итак, стартовал первый конкурс нашей сегодняшней полуфинальной битвой, дорогие друзья. Называется он «Веселый хоккей». Участники уже не раз сталкивались с этим конкурсом. Они проходят с клюшками, бьют по вот этим большим шарам и передают, конечно же, эти шары своим коллегам по команде дальше. В плане эстафеты действует этот конкурс. Естественно, нашим участникам нельзя, нельзя категорически, практически нельзя сбивать стойки. А входить их нужно очень аккуратно, но самое главное – очень быстро. И только благодаря этим двум качествам аккуратности и скорости какая-либо из команд может победить в этом конкурсе. И, конечно же, проложить себе уже, наверное, первую ступеньку для того, чтобы попасть в финальную игру и завевать титул чемпиона веселых статов. Так что давайте немножечко поболеем за наших участников, за нашей команды. Кто же будет первым, мы не знаем. Напоминаю, что участники проходят вокруг стойки, обоют шары вокруг стойки, возвращаются обратно, передают мячи. Стойки не сбиваются. За этим следит наше компетентное жюри. И, конечно же, все недочеты, все просчеты смотрят и выявляют, кто же будет первым. А первым у нас уже и есть первая команда, которая победила. И возвращается вторая. Итак, дорогие друзья, есть чемпион, но что же скажут наши жюри? Команды подготовились очень хорошо, проявили свое мастерство. Но в итоге команда Орска, моряки, оказалась сильнее. Команда Орска получает 10 баллов. Команда Уральская Сталь 9 баллов. Таков итог первого нашего конкурса. Но это еще далеко не все. Это только начало. Оставайтесь вместе с нами. Это веселые старты! ВИПО РОССИЯ! ВИПО НАДЕЗДУ СТРАНЫ! Кто из нас хотя бы раз не мечтал оказаться на большом-большом корабле? Я так думаю, что наши мальчишки уж точно об этом мечтали. И, кстати, у наших команд сегодня будет такая возможность. Уж очень похож на корабль вот наш этот пестрый надувной батут. Итак, готовы, ребята? Ну тогда на старт! Внимание! На абордаж! Этот конкурс на абордаж появился у нас сравнительно недавно. Он появился у нас в полуфиналах. И только самые сильные команды могут участвовать, поучаствовать в этом замечательном конкурсе и пройти всю полосу препятствий, которые нам сюда предлагается в этом конкурсе на абордаж. Ребята бегут. Расскажу вкратце, что же необходимо пройти нашим ребятам. Сначала они проходят очень уж узкий тоннель. Даже я бы сказал, вот как практически как на субмаринах пролазят в эти отверстия наши ребята. Потом чистокол из надувных столбов и далее они взмываются ввысь по веревочной лестнице, практически как на мачту, чтобы установить флаг. Но, естественно, флаги устанавливать наши ребята не собираются на самом верху, потому как времени у них для этого абсолютно нету. Им необходимо быстро закончить свое испытание и, конечно же, стать победителем в этом конкурсе для того, чтобы принести победные очки для своей команды. Очень-очень жестокое, очень сложное испытание, но наши ребята справляются с ним. Они уже давным-давно натренированы. Они спортивные, они сильны, они быстры. Они практически дышат друг к другу в затылок, они проходят. Не знаю, кто из них первый. Может быть, кто-то оторвался уже на одного участника, а может быть, они идут вровень. Но пока, по крайней мере, практически одинаково все участники заканчивают, пробегают эту эстафету. Итак, они проходят, команды поддерживают, учителя кричат, давай быстрее, быстрее, быстрее поддерживают также своих учеников. Наши трибуны очень громко поддерживают наших участников. И, конечно же, остается уже совсем не так уж и много времени для того, чтобы закончить этот конкурс. Кто же, кто же, кто же станет первым, кто же будет, кто же будет победителем в этом конкурсе? Уже очень скоро узнаем, дорогие друзья, и есть победители в этом конкурсе, и есть немножко отстающие. Ну что ж, я не решаюсь говорить о том, кто победитель. Об этом скажет наше жюри. Итак, слово жюри. Итак, этот батут у нас появился впервые на конкурсе. Интересный батут. Не зря называется абордаж, потому что он похож немножко на подводную лодку. И не зря, не зря команда моряки победила. То есть она подтвердила свое звание, хотя борьба была ужасно такая, ну, непредсказуемая. И на последних этапах все-таки моряки победили. 10 очков. Уральская сталь 9 очков. И общий счет 20-18 в пользу моряков. Команда моряки у нас пока еще лидирует, пока они впереди. Но уральская сталь у вас еще есть очень много возможностей для того, чтобы либо сократить, либо наоборот преувеличить этот счет и, конечно же, вырваться вперед. А будет ли это на самом деле в нашей игре, мы посмотрим в скором времени. Итак, не переключайтесь, это веселые старты. ВИВО РОССИЯ! ВИВО НАДЕРЬСЯ СТРАНЫ! И прямо сейчас нас ожидает конкурс «Точный гол». Свою меткость будут демонстрировать вожди команд. Капитаны команд, ко мне. Попрошу подойти. Идемте. Представьте, пожалуйста, Юлия. И аплодисменты капитану команды «Уральская сталь». И Андрей, капитан команды «Моряки». По итогам жеребьевки, Юля, тебе первое предстоит занять место на огневом рубеже и сделать свои 10 бросков. Юля, на огневой рубеж команда «Уральская сталь». Поддержите своего капитана. Болельщики тоже давайте поддержим Юлю. Готовы, Юля? На старт. Внимание. Пли! Первый бросок. В мишень. Точно в мишень. Второй бросок. Не очень удачен. Третий бросок. Четвертый мат. Должен точен. И снова попадание. Есть попадание. Чуть-чуть ошиблась. Снова поразила Мишень. Мячик точно зашел в отверстие. И снова Мишень поражена. Аплодисменты капитан команды «Уральская сталь». Теперь ты, капитан, идем на огневой рубеж. Капитан команды «Моряки» на огневом рубеже. Готов? Сконцентрируйся. Команда надеется на тебя. На старт. Внимание. Пли! Неудачный бросок. Практический мяч зашел в отверстие. Третий промах. И есть попадание. Ах. Буквально, буквально, буквально практически зашел. Но все же вылетел. Надо было чуть-чуть посильнее. Молоко. И есть. Решение превожено. Аплодисменты капитан команды «Уральская сталь». Надо было чуть-чуть посильнее. Тогда было бы. И снова, снова, снова. Мишень у нас оказалась непораженной. К сожалению, я не уследил, кто из капитанов был более точен. Но для этого у нас существуют судьи, которые сейчас и подведут итоги этого конкурса. Итак, слово жюри. Дорогие ребята, уважаемые зрители, капитаны команд готовились, чувствуются к этому турниру. Но команда «Уральской стали», капитан Юля, была более подготовлена. Она выбила 7 баллов. Команда «Моряки», город «Орск», капитан Андрей, попала 3 раза. В итоге команда «Новотроицка» получает 10 баллов. Команда «Орска» 8 баллов. Общий счет 28-28. Таков итог конкурса «Точный гол». Все только начинается, развязка еще далеко впереди. Что ж, будем следить вместе. Мы все на телефестивале «Веселые старты». Любите ли вы горы, как любят их наши участники? Думаю, что каждый хотя бы раз в жизни покорял маломальскую какую-нибудь горку. Ну а нашим участникам предстоит покорить не мелкую, какую-либо там мелкую горку. Их ждет испытание. Крутые горки! На старт! Внимание! Марш! Наши крутые горки только для особо крутых ребят. А наши участники, полуфиналисты, как раз именно такие и есть. Они пришли, дошли до этого полуфинала с серьезной подготовкой. Перебороли очень большое количество соперников. И, конечно же, вышли в полуфинал и борются сейчас за выход в финал. Для того, чтобы стать победителем, для того, чтобы стать чемпионом замечательнейшей игры, которая называется «Веселые старты». Амбициозные, бесстрашные, физически подготовленные. Вот какие они школьники из Орска и Новотроицка. Мелькают то красная форма, то зеленая. Кто же будет впереди? Помидоры либо огурцы? И в конце этого конкурса мы, конечно же, все это узнаем. А конец, конечно же, не за горами. Они все абсолютно бесстрашно взмывают под самый потолок спортивного комплекса Олимпийский. Преодолевая эти вершины. Причем, заметьте, без каких-либо страховок, без каких-либо подручных средств они пользуются только своей силой, отвагой. И чуть-чуть канаты им помогают. И, конечно же, самое главное, что им помогает, это стремление и воля к победе. Поддерживают. Болельщики очень громко кричат. Поддерживают своих участников. Учителя кричат. Давай, давай, быстрее, старайся. Участники в напряжении, все участники в напряжении. Кто же станет первым? Кто же станет победителем? Буквально через несколько секунд мы это узнаем. Но, конечно же, еще говорить рано о том, что произойдет. Ведь веселые старты – это непредсказуемая игра. Кто будет победителем, пока еще неизвестно. Но буквально несколько секунд и решится исход этого замечательного состязания. И вот он и есть победитель этого конкурса. Конкурса «Крутые горки». Осталось только дождаться соперников. И, дорогие друзья, кто же стал лучшим скалолазом? Узнаем прямо сейчас. Наши судьи все видели, все отмечали. Были ли просчеты, были ли ошибки? Давайте им дадим слово. Итак, слово жюри. Для того, чтобы победить в конкурсе под названием «Крутые горки», надо быть по-настоящему крутым. И круче оказались моряки из города Орска. Они получают 10 баллов. Команда «Уральская сталь» из города Новотройск получает 9 баллов. Общий счет после четырех конкурсов. Город Орск моряки 38. Город Новотройск «Уральская сталь» 37. Ну а нас ждет финальный конкурс нашего полуфинала, дорогие друзья. Оставайтесь вместе с нами. Это телефестиваль «Веселые старты». И прямо сейчас нас ожидает самое яркое шоу. Финальная точка нашего сегодняшнего действия. Конкурс «Шарбол». Итак, нашим участникам прямо сейчас предстоит метать, кидать, отбивать, выбивать мячи на сторону соперника. У той команды, у которой меньше всего шаров останется на их половине, та команда и будет победителем. Ребята, если готовы, то мы в скором времени начнем. Но самое главное, не забываем. Начинаем по свистку и заканчиваем, как только финальный зуммер отзвучит и как только музыка остановится. Сразу замираем и отходим за линию. Договорились? Готовы? «Уральская сталь». Поддержка где наша? На старт! Внимание! Поехали! И вот он, конкурс «Шарбола» начинается. Ребята отбивают мячи и ногами, и руками. Мне уже тоже досталось по одному мячу от каждой команды. Но все же ребята стараются выбивать шары из своей половины на половину соперника. Настоящие каковои, настоящие. Лывет, лывет с шаром везде, туда-сюда. Летает, мельчищает. Прыгает. И последний. И на сны. Стоп! Стоп! Отходим все за линию. Первый тайм завершен. Слово жюри. Итак, первый тайм закончился со счетом 1-0 в пользу команды «Орска». Мы засчитали штрафной бросок у команды «Уральская сталь» после окончания музыкальной фразы. Ну что ж, первый тайм завершен в пользу команды «Моряки». Но «Уральская сталь» у вас еще есть взять волю в стальной кулак и, конечно же, победить своих соперников. Нас ждет, ожидает второй тайм. Готовы? Тогда на старт. Внимание! Был небольшой файл-старт, но все же, все же, я так думаю, конечно же, после перед «Святком» был первый удар. Ребята не дождались своего момента, но мячи, опять же, все, вторые вылетают. Поддержка у окне их команд очень мощная. Болельщики кричат весной, все болельщики поддерживают другие команды и «Моряков», и «Уральскую сталь». Кто же будет победителем во втором тайме, в скором времени мы узнаем. Тем более осталось каких-либо через несколько секунд. Стоп! Стоп! Второй тайм завершен. О его итогах узнаем прямо сейчас. Итак, очень упорная борьба между двумя командами. И все же, на этот раз победила команда «Уральской стали». Счет 1-1. У нас третий тайм после второго тайма. 1-1 счет, так что мы начинаем третий тайм. И, конечно же, он будет финальным. Кто же будет победитель? В скором времени узнаем. Ребята, начинаем только после «Свистка». Итак, на старт! Внимание! Поехали! Как настоящие волейболисты команды после каждого тайма менялись на наших площадках. Старые летают. Достается и ведущему периодически. Но я не участвую. От меня мельчики просто отлетают. Я стою практически как столб. Меня ничем не сокрушить. Кто же будет победителем? Тоже. Уральская сталь возьмет социальная команда. И мои сопротивления моряки, они лучше справятся с этим заданием. Буквально пару секунд. И ответ будет ясен в нашей полуфинальной игре. Стоп. Давайте не будем спорить команды. Отойдем за белую линию. Наши судьи все прекрасно видели. Кто, в какой момент, после какого сигнала, после какого знака бросил мяч, кто не бросил. Прямо сейчас и узнаем. Итак, слово жюри. Итак, на протяжении всего конкурса обе команды сражались достойно. Последний тур на последней эстафете оказался ничейным. Были штрафные очки. И с той три штрафных очка после окончания музыкальной фразы броски были. И ровно столько же со стороны другой команды. Поэтому в третий тайме мы засчитали одинаковое количество шаров. 0-0. Итак, общий счет 1-1. Последний эстафете. И мы даем 10 очков. И уральской стали, и 10 очков. Морякам. Общий счет. 47-48. В пользу города Орска. Моряки. Ну что ж, таков итог этой полуфинальной битвы. Дорогие друзья, сами были свидетелями, но не расстраивайтесь. Не буду ничего лишнего говорить, вопросов не буду задавать. Да, ну не стали вы финалистами, но у вас все еще впереди. Пожелаю вам только удачи, сплоченности и, конечно же, всего самого наилучшего. Но вы не переживайте, вы не расстраивайтесь. Примите из рук рефери подарки и, конечно же, сертификат участника полуфинала. Спортивного телефестиваля. Веселые старты. И ваши аплодисменты, болельщики! Громче, громче, громче хлопаем. Не расстраивайтесь, ребята. У вас все еще впереди. Ну а капитана команды «Моряки», я попрошу подняться ко мне сюда на сцену. Под ваши бурные аплодисменты. Поздравляю с выходом в финал. Как настроены? На финал как настроены? На победу или проигрывать будете? Ну и, естественно, на победу. Я вас поздравляю. Примите, конечно же, сертификат победителя сегодняшней полуфинальной игры. Аплодисменты. Возьми стяг. Стяг. Подойди к своей команде обязательно. Поможи этим стягам. Ведь именно вы сегодня чемпионы игры. Веселые старты сегодняшнего полуфинала. Аплодисменты громче. Ну а вам, дорогие друзья, я как всегда советую. Ведите активный и здоровый образ жизни. Будьте такими же замечательными, спортивными, как эти мальчики и девочки. Ну и, конечно же, до новых встреч на телефестивале. Веселые старты! Моряки из Орска в финале третьего тура. Через неделю в решающем поединке им предстоит сразиться с олимпийцами из Светлинского района. Кто станет чемпионом третьего тура, узнаем совсем скоро. Редактор субтитров А.Семкин